Добрый день дорогие зрители канала Садовый мир. Не так давно в наших предыдущих выпусках мы с вами делились опытом о нашем использовании ионитного субстрата цион для выращивания овощей и зеленых культур в том числе цветочных в нашем проекте зимний огород на подоконнике у нас в этом году большой состав у нас есть и томаты и перцы острые кустарниковые и сладкие томаты причем самые разнообразные есть и горшичные и довольно высокорослые которые планируют вырасти даже до одного метра в этом году мы высеваем и выращиваем большой ассортимент зеленых культур и даже уже во все собираем урожай например салат и кориандр мы уже съели и сегодня пора посеять новую партию но об этом чуть позже сразу перехожу от слов дел давайте посмотрим на наших участников домашнего огорода подоконнике вот справа от меня точнее справа от вас и слева от меня посмотрите в горшке растет старший томатик от агрофирм партнер каменный цветок его мы сели в конце сентября буквально в самых последних числах 29 или 28 сентября на рассаду затем томат прошел пикировку вот в такие емкости 0,5 литров и уже по достижении определенных размеров когда была хорошо развита корневая система мы его пересадили уже вот в окончательный объем 6 литровый горшок с почвогрунтом в которой добавили ионитный субстрат цион для овощей цион бывает для разных групп культур вот мы сначала использовали именно для овощей кроме этого мы перевалили с добавкой циона и младший состав томатик вот здесь у меня томат идет красный горшочный от агрофирмы гавриш и он у меня вместе с перчиками кустарниковыми тоже от агрофирмы гавриш у меня всего их три совершенно разных чуть позже мы с вами увидим уже при пикировке я добавляла ионитный субстрат и давайте сразу посмотрим на корневую систему лучше один раз увидеть чем сто раз услышать посмотрите там где у прозрачного контейнера у стенки попадали гранулы ионитного субстрата цион для овощей посмотрите корни сами нашли оплели окутали словно щупальца уж у спрута эти гранулы происходит активно ионный обмен питательными веществами то есть он забирает продукты метаболита обмена веществ растения и соответственно отдает питательные макро и микроэлементы это даже очень хорошо что корни непосредственно контактируют с этой безнитратной добавкой для почвенного субстрата и посмотрите этот перчик давным-давно уже просит на пикировку но я специально его не переваливала чтобы вы могли воочию увидеть вот именно развитие корневой системой какой отличительная особенность всех овощных культур которые я выращиваю с этой добавкой я заметила растений не тянутся при равных условиях скажем так досветки питательности грунта но с добавкой либо без растения гораздо компактнее посмотрите вот этот перчик он уже он кустарниковый он не будет высокий у него короткие междоузли он уже активно выпускает пасынки цветоносы и видно что ему очень нравится именно вот эта добавка никакие больше другие подкормки я для этой группы культур не использую мы об этом с вами уже договаривались надо мной все смеялись когда я заявила что в огороде проект на подоконнике у меня будет выращиваться такая непривычная для квартиры культура как редис посмотрите я очень говорил вам что для посева я использую высокие стаканчики минимум 10 сантиметров высоту для эффективного развития корневой системы именно редис посмотрите компактная резидка конечно она более высокая по сравнению с редисом который выращивается в открытом грудь но давайте говорить и учитывать то что в квартире гораздо более высокий температурный режим и он более выродный то есть нет большой разницы между ночной и дневной температурой а редис это очень чувствует и тем не менее если присмотреться посмотрите у нас уже завязывается корнеплод а все почему когда я увидела что редис в обычных условиях с обычными подкормками наращивает только листовую массу наземную розетку и ничего не происходит там где должен наливаться корнеплод я по периметру стаканчика сделала углубление то есть на глубин полтора два сантиметра задела гранулы циона и дело сдвинулось с мертвой точки через несколько дней я первых заметила что совершенно другой цвет листовых пластин стал он стал более густой посмотрите конечно я бы не сказал что пышная розетка но тем не менее прибавилось количество корней и это хорошо видно по прозрачным стенкам контейнера и самое главное ради чего мы выращиваем редис у нас стал завязываться корнеплодик я считаю что это для меня лично прорыв потому что даже не сомневалась а честно говоря переживала будет ли эффект именно от этих посадок потому что квартире достаточно тепло для редисса что кривить душой у нас неплохой урожай зеленых культур и я использовала для добавки почный субстрат конечно же сион именно для зелени что это дало растение посмотрите здорового цвета такой какой он должен быть именно в своей биологической и технической скажем спелости нет краевого ожога на листьях это часто бывает у зеленых культур особенно у базилика в условиях городской квартиры это уже последний ведерко базилика который у нас остался используем для добавки для добавки в чай дочки в пасту кладу на очень любит пасту с базиликом и что я хочу сказать опыт мне очень понравился сегодня пора сделать подсев очередной партии зима дли место на подоконниках еще если мы его используем но это далеко не все посмотрите у нас ведь еще кроме огород на подоконнике есть и зимний сад и мы посеяли петунию фотографируем партнера вот у нас есть тайна и еще замечательная другая петуния я ее не принесла но поверьте мне на слово посмотрите сразу видно по растению корневая система посмотрите хорошо развита для этого срока вегетации кроме того посмотрите шикарный наземная часть густая без прищипки россия не формирует себя само уже настреляла большое количество боковых побегов потому что это ампельная петуния которая будет характеризоваться именно густотой на земной части больше шикарный шар который сформируется в горшке и с большим количеством цветов конечно же это растение петуния я выращиваю с добавкой для цветочных культур я взяла разные виды что протестировать на каждой группе потому что впереди рассадный вперед и нас ожидает большая работа поэтому лучше потренироваться как я говорю на окошечках результатом я очень довольна буквально через несколько дней произведем перевалку и мы к этим растениям еще вернемся у меня есть маленький сюрприз какие еще цветы я выращиваю с добавкой цион именно для цветочных культур но а сегодня давайте приготовим почву смесь уже с добавкой цион и они там субстратом для зеленых культур кстати это космическая буквально добавка как мы ее называем разработка которая уже с успехом используется многими нашими огородниками садоводами выпускается в разные форме можно на пробу взять вот такой саше и посмотреть как растения откликаются можно использовать для комнатных культур кстати в линейке производителей есть большой выбор именно для комнатных декоративно-листных культур есть вот такие тубы масса 700 граммов то есть вам хватит на большое количество почвы грунта именно для рассада ну а еще если вы планируете большие посадки что очень удобно отработанный грунт после посадки в рассадном периоде с добавлением этого циона и они этого субстрата можно использовать многократно вот эти гранулы они целиком сразу не растворяются и питают растения течение трех лет если вы на следующий год можете добавить свежего почвы грунта вот уже вымещать отдельно его сложить допустим куда-то проморозить допустим на улице оставить на какое-то время а потом добавить немного циона использовать его для нового потока рассады и вот такие вот экономичные крафт пакеты различные массы тоже у производителя есть то есть вы экономите на упаковке давайте приготовим чудо почву с добавкой циона и посеем зелень для посева зелени я приготовил литр почвы грунта самого обыкновенного и добавлю туда без нитратный цион и они это субстрат для зелени у меня 30 граммов саше пакет как раз на это количество грунта вполне достаточно и нужно еще активно его перемешать на теперь перемешиваем если вдруг ваша рука при засыпке циона дрогнула и вы положили больше положенного ничего страшного вреда от этого не будет поскольку цион совершенно безопасен для корневой системы любого растения и корневого ожога ваша рассада ни в коем случае не получит друзья вот я наполнила рассадной емкостью не объемом 0,5 литров почву грунта в который добавила цион и они это субстрат для зелени выращивать я планирую еще два вида листового салата вот у меня яроваш есть фонтан посею неглубоко максимум один сантиметр сверху присыплю тем же самым почву грунтом это я беру семена салатика высеваю почву грунт я слегка уплотнила сейчас просто присыплю сверху почву грунтом с ционом кстати он не содержит никаких нитратов гормонов усилителей роста минеральных удобрений содержит весь набор полностью макро микроэлементов необходимых для любой группы растений так вот один салатик мы посеяли останется сверху чуть-чуть увлажнить потому что почва субстрат у меня достаточно влажный кстати не так давно мы высадили очередную партию лука на зелень она у нас поспеет к новому году но у меня вот еще немножечко осталось лук я его уже посадила в пакеты чуть-чуть остатки сладки как говорится я посажу в тот же самый почвенный субстрат с участием ионитного субстрата цион видеть сверху я немножечко лучок отрезала на одну треть погружаю в почву грунт пусть и в таком виде у нас лучок растет посмотрите в два рядочка луковки отлично у нас располагаются вот моей дочке будет удовольствие следить за этим огородом на подоконнике и таким же образом я сейчас посажу оставшийся салатик заключение хотела сказать что мне мой опыт выращивания огород на подоконнике на большой группе различных культур очень нравится я уже замечаю положительную динамику мне очень нравится как развивается корневая система благо прозрачные контейнеры позволяют сейчас наблюдать за развитием подземной части корешков которые обычно скрыты вот в непрозрачных горшках мне нравится что растение смотрится отлично в наземной части даже визуально если смотреть они развиваются гармонично короткие междоузли растение не тянется цвет листвы нормальный для той или иной культуры по цветочным культурам вижу что отлично растение разрастается наращивает наземную массу растение уже прекрасно цветут то есть они достигли свои своего биологического состояния когда необходимо уже плодоносить завязывать и как положено кисточки появляются ну что я хочу сказать опыт положительный я буду внимательно наблюдать за изменениями которые будут проходить в растениях моем огороде подоконнике делиться им буду с вами кстати не забывайте подписаться на наш канал регулярные выпуски у нас выходят в том числе и по этой теме подписывайтесь на группу в инстаграм вконтакте там мы тоже выкладываем промежуточные результаты по всем нашим проектам в виде фото списание я думаю вам тоже будет интересно посмотреть что происходит от выпуска до выпуска потому что так бывает что мы снимаем программу пока монтируем выпускаем вам ее в свет чтобы посмотрели и как у маршака что во время пути собака могла подрасти вот буквально посели редиску видите она у нас уже завязывается ну что я хочу сказать в преддверии праздника это отличный подарок в том числе для любого садовода подберите подборку либо саше либо подарите тубу своему собрату огороднику я думаю что он обрадуется такому подарку иногда бывает так что сам себе позволить не можешь большой спектр скажем так хотелок и новинок а попробовать очень хочется можно начать кстати с таких вот саше 30 граммов вполне достаточно чтобы сделать посев томатов или перцев а потом распекировать эти замечательные крепкие растения но вот в общем то и все первое скажем так впечатлениями я с вами уже поделилась надеюсь что дальше все будет настолько лучше встретимся буквально через некоторое время не прощаюсь надолго